Николай Дудик для врачей Самарского государственного медицинского университета пациент особый. Он первый в России, кому установили раздвижной индивидуальный эндопротест забедренного сустава для взрослых отечественного производства. Это было давно, в 1991 году. Лобнул трос автокрана. И стрела автокрана упала мне на спину. И вот с тех пор я оказался в болезних койки. Делали кучу операций, делали. Удачные, неудачные. Более 30 лет мужчина практически не мог обходиться без костылей. Многочисленные операции окончательно встать на ноги не помогли. Картину усугубила и травма, полученная весной 2023 года. Совокупность всех негативных факторов сделала ситуацию с медицинской точки зрения уникальной. Помимо сложной деформации, у пациента произошло укорочение ноги на 6 сантиметров. То есть все это вместе создает для ортопеда такой очень серьезный вызов в плане реконструкции. Плюс вот это вот укорочение, которое является тем фактором, который крайне сложно, практически невозможно технически одномоментно устранить во время операции. Чтобы исправить эту ситуацию, понадобился уникальный имплант. Разработали и осуществили поставленную задачу в Самарском государственном медицинском университете. Сама идея и концепция эндопротеза была позаимствована у онкологических имплантов для детской реконструктивной ортопедии. Эта идея пришла уже к нам давно, более трех лет назад, потому что с предстоящими политическими событиями мы знали, в общем-то, к чему это все ведет. Что будет ограничение поставок импортной продукции. И поэтому поставлена была задача сделать так называемый детский раздвижный эндопротез. Особенность в том, что детские эндопротезы растут вместе с ребенком. Они должны удлиняться вместе с костью ребенка. Это важно. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поставил самарским ученым задачу. За год разработать и сделать раздвижной эндопротез для взрослых. И вот спустя год на операционном столе в клиниках Самарского медуниверситета первый пациент. Сложность ситуации заключается в том, что у пациента по сути мы будем устанавливать полностью индивидуальный эндопротез. То есть и тазовая часть, и та часть, которая будет устанавливаться в бедро, в бедренную кость, это индивидуальные компоненты, которые были разработаны специально под этого пациента. И, соответственно, ноу-хау и изюминкой, и таким технологическим прорывом в отношении этого эндопротеза является то, что внутри бедренного компонента, так называемой ножки эндопротеза, установлен специальный редуктор, который нам позволит уже потом, после операции, неинвазивно, то есть без вмешательства, произвести коррекцию длины конечности. Операция по установке раздвижного эндопротеза длилась 5,5 часов. Рисков, которых опасались врачи, удалось избежать. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Уже в конце этой недели по вопросам регистрации импланта состоится видеоконференц-связь с Росздравнадзором. Стоит отметить, что в производстве отечественный эндопротез будет гораздо дешевле импортных аналогов, а пациентам платить и вовсе ничего не придется. Установка этого эндопротеза входит в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи и осуществляется за счет средств федерального бюджета. Андрей Бессонов, Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.